Как вам ничего не говорили? А вы должны были получить. Кладет трубку. Он опять набирает. Девушка! Пятнадцатая. Уважаемая пятнадцатая, у меня уже три дня молчит телефон. А вам ничего не говорили? Нет, ничего, и открытки не было. А что случилось? Должна была быть. А из управления вам звонили? Нет. Странно. А что случилось? Вам изменили номер. Девушка, миленькая, пятнадцатая, не бросайте. За что? Почему? Там узнаете. Может быть, вы знаете, почему нет писем, телеграм? Уже очень долго. Как, вы еще не знаете? Щелкнула, отключилась. Нет, нет. А что случилось? Пожалуйста. Щелкнула, включилась. Уже месяц, как вам поменяли адрес. Ой, ай, за что? Куда бежать? Всему дому поменяли? Щелкнула. Нет, только вам. Растерянно. А что же делать? Я же так жду. А тут приходят письма, повестки на фамилию Крысюк. Куда их пересылать? Постойте, вам что, действительно ничего не говорили? Нет. Это вам. Как? Я же... У вас изменилась фамилия. В связи с вводом новой станции. Разве вы не получали открытку? Нет. А что же теперь делать? Меня же никто не знает. Щелкнула. Вас предупредили. Вот у меня в список против вас стоит птичка. Предупрежден. Нет, нет. Я ничего не получал. Значит, получите. Щелкнула, положила трубку. Он набирает. Девушка. Она. Восьмая. Мне пятнадцатую, пожалуйста. Минутку. Простите, милая пятнадцатая, как меня теперь зовут? Это Крысюк? Да. Сейчас, сейчас, сейчас. Семен Эммануилович. Так я же не... Нет, нет. Это все осталось. Год рождения 1926. Мне же 42. Это по-старому. Вам теперь 56. Еврей. Опять? Да. Родители, кулаки, землевладельцы. Откуда? Что? Какие землевладельцы? Мы из служащих. Нет, нет. Это изменено. Вам должны были прислать открытку. Но я вам могу зачитать, если хотите. Да, да, обязательно. Крысюк Семен Михайлович. 56 лет. Из раскулаченных. Продавец. Кто? Продавец овощного отдела. Позвольте. Я врач с высшим. Первый медицинский. В 52-м году. Нет, нет. Это отменено. Вы продавец. Где? В каком магазине? А вы сейчас без работы. Вы под следствием. И дали подписку. За что? Ну, недовес, обвес. Этого в карточке нет. То ли вы скрывались, я не поняла. Вам пришлют. Там что-то мелкое. Ну, у вас родственники там. Нет у меня там. А теперь есть. А где? В Турции. Турки? Нет, сейчас палестинцы. Тут написано, что вы подавали какие-то документы, что-то просили. Что просил? Ну, тут не ясно. Вам отказано. И от соседей заявление вас просят изолировать. Мы же не знакомы. Но я их никогда не видел. Просьба рассматривается. Скажите спасибо, что у меня есть время. Я не обязан отвечать. Я завтра ухожу в декрет. Так что у меня просто сегодня хорошее настроение. Спасибо вам. 15-е. Пусть ваш ребенок будет здоров. Так что вы сейчас из дома не выходите? Соседи могут вас побить. Ладно, спасибо. А тут письма, повестки на имя Крысюка. Что делать? Ну как, отвечайте. Это вам все. Простите, а у меня дети есть? Сейчас. Маш, посмотри. У Крысюка дети есть? Щелкает. Минуточку. Щелкнула. Двое. Сын 18 и дочь 27. А где они? Он спрашивает, где они? Щелчок. Уехали в прошлом году. Они мне пишут? Минуточку, щелчок. Им от вашего имени сообщили, что вы скончались. А всем, кто меня помнит под старой фамилией? Лучше не стоит общаться. У вас ли так хватает? Вам еще курс лечения? Отчего? Здесь написано туберкулез. Но я здоров. Сказано кашель. Возможно. Положено. Вам тут что-то положено. Что? Штраф какой-то. Спасибо. Да, вы должны явиться. Да и черт с ним. Нет-нет-нет. За деньгами. Перевод был, но вас не нашли. Как не нашли? Вот же, все время находят. А вас не нашли и отправили обратно. А откуда перевод? Не сказано. Скажите, девушка, а внешность мне не изменили? Вот вы даете, а? Ну как же мы можем внешность-то изменить? Ну глупости. У меня все, у меня нет времени. Так что же мне теперь делать? Голос из трубки. Ждите, ждите, ждите. Так.